Здравствуйте, вы на библейском портале «Экзекет», с вами священник Стохик Латвин, и сегодня мы отвечаем на вопрос, совместим ли современный бизнес с соблюдением заповедей. А Господь задал очень высокую планку. Господь говорит, не копите все богатства на земле, вот где тлят, лит, где воры покапают, крадут, копите богатства духовные. Господь в другом месте и в ангельском говорит, что удобнее верблюду в игольные ушки пройти, чем богатого в Царстве Небесное в нити. И даже апостолы после этого немножко в шоке говорят, ну как-то, кто может спастись при таких условиях? А Господь говорит, невозможный у человека, возможно у Бога. И да, мы помним толкование про игольные ушки, как про маленькие ворота, куда верблюда после заката можно протолкнуть. Но сейчас в нашем ответе на вопрос я бы хотел обратиться к той мысли, которую апостол Павел написал своему ученику Тимофию. Апостол Павел ходил по разным городам проповедовать. А Тимофей, хоть и тоже был апостолом, но все-таки апостол, который уже окормлял свою общину. И к нему наверняка тоже и богатые люди из этой общины обращались, которые там бизнесом занимались. Он наверняка адресовал свой вопрос апостолу Павлу, собеседнику Христа в Духе Святом. И вот что апостол Павел отвечает. Отвечает, не очень удобный ответ, но на самом деле вполне простой для понимания. Поэтому посмотрим первое послание к Тимофею, 6 глава, 17 по 19 стих включительно. «Богатых в настоящем веке вещевай», — пишет апостол Павел Тимофею, — «чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Апостол Павел, конечно, помнит, что вот богатство, он сам, можно сказать, ходил, собирал пожертвования на Иерусалимскую церковь. Он не устранялся от денежных проблем. Он не возвышался над ними, нет вот этих практических вопросов, он тоже им был вынужден заниматься. И чтобы его не попрекали, он еще даже занимался палаткой конструировал. Конструировал. Но, тем не менее, он говорит, богатство, то, что есть у богатого, на него нельзя опираться, думая о себе высоко. «О, я смог! О, я добился! О, другие ленивые! А я такой молодец!» Если ты на это опираешься, это не прочное основание. В материальном плане прочное основание, в духовном плане оно тебя подведет. Вот это опасно. А при этом на радости, которые доступны богатому человеку, опираться стоит. Богатого человека смог раз в чем-то упростил свою жизнь, имея возможность купить такие-то товары, такие-то услуги, как-то обустроить свою жизнь в этом. Да, вот Господь дает все нам довольное для наслаждения, для наслаждения жизни временной в том числе. Но надо помнить и о жизни вечной, что Господь нам дал, в том числе это богатство Он может дать человеку, а другому человеку, наоборот, бедность, чтобы он, опираясь на них, мог достигнуть наслаждения жизни вечной. И ты думаешь, что я могу сделать с этим богатством, как я могу вести свой бизнес, чтобы жизни вечной достигнуть. И вот читаем дальше. Чтобы они благодетельствовали богатые. Богатели добрыми делами, были щедры и общительны. Если ты берешь и ведешь свой бизнес, и даже потом какой-то благотворительностью занимаешься, а твои собственные сотрудники, они твоей щедрости не чувствуют, заботы о них нету, то это уже не путь спасения. Потому что если ты сэкономил на несчастных работягах, пусть, возможно, и ленивых, пусть несовершенных, а потом себя утешил тем, что вот зато я сколько там пожертвовал на храм, на благотворительность, это путь ошибочный. Да, вот надо богатеть добрыми делами через благодетельство. А вот действительно бедный человек может особо благотворительностью не заниматься и спастись. С богатого спрос больше. Надо благодетельствовать. Если тебе Господь дал такие силы, и те силы ты сам в них убедил, что они помогают тебе на земле чего-то добиться, добиваться, то ты и должен эти силы точно так же направлять и идти к спасению, в богатение добрыми делами, по пути в жизни вечной. И заключительный стих. Собирайся и сокрой еще доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Вот это инвестиция для богатого человека, когда богатый человек имеет возможность, чтобы вот как современный бизнес-то совместить с заповедями Христовыми. Заповедь Христова — это не набор ветхозаветной заповеди «то ты не делай, то ты делай». Это некоторое направление. Ты берешь и своим богатством служишь Христу. Ты берешь и эффективностью, производительностью труда своей организации служишь Христу, служишь ближнему. Ты берешь и можешь взять и где-то что-то ужать, где-то взять взятку, где-то что-то дать взятку, сделать что-то хуже, произвести. На этом чем-то сэкономить, этого что-то вложить, в тоже, например, развитие еще большего бизнеса, в какое-то покровительство, в крышу, тоже там защиту от проверок. Ты можешь это вложить. Это будет инвестиция, это будет основание для того, что там бандиты к тебе не поступятся, проверяющие контрольные органы, силовые и так далее. Все, вот это тебя немножко оградит. Но это то основание, которое тебе не поможет приблизиться к жизни вечной. Поэтому возьми и не гонись за вот этим дополнительным доходом. Остановись, остановись и думаешь, какая будет самая сейчас выгодная инвестиция. Не выжимать это. А вот это положить, даже может оставить в своем же деле, даже не нести куда-то там в храм в ящик сыпать, а вот просто оставить, не давать, не думать, что вот я сейчас в современном бизнесе, сейчас я там всех обойду, вот так-то. А инвестировать это жизнь вечную. И вот уроки инвестиций от апостола Павла 2000 лет назад. Да, что основание для будущего. Будущего, которое будет не в смысле, как фирма будет через 50 лет или через 100 лет там у потомков, а для жизни вечной, чтобы достигнуть этой вечной жизни, нужны серьезные инвестиции. И от богатого этой инвестиции должно быть больше и больше. И тогда Господь не поставит препятствием то, что в современных тяжелых условиях и свой бизнес ведешь.